Ну что ж, дорогие друзья, всем добрый день или добрый вечер, смотря кто когда будет смотреть обзор. Вот, сегодня у нас очередной напиток на столе. Решил вас порадовать вот таким замечательным виски с не очень звучным на русский манер названием Лох Ламонт. Вот, виски блендовый, шотландский, трехлетний. Налил заранее, смотрите, бутылочка у меня здесь уже половина. Это я купил его в пятницу накануне и в пятницу же попробовал, немножечко распробовал. Виски, сразу скажу, мне понравилось и я полбутылки, собственно говоря, я сушил за раз. Вот, такое бывает, когда мне нравится напиток. Что можно сказать про этот виски? Виски курни, так и называется Лох Ламонт. Названа она в честь озера Ломонт, что в Хайлэнде. Собственно говоря, и сама виски курни находится в высокогорье Шотландии. Это Хайлэнд. Виски базовый, трехлетний. Но это написано на российской контур-этикетке. На сайте производителя мы можем видеть, что средний возраст спиртов здесь от пяти до шести лет. Плюс затем производится марияж спиртов, то есть смешивание. И еще полгода они выдерживаются вместе. Вот. Что касается состава, здесь у нас есть карамельный колер. То есть цвет у нас не натуральный, соответственно. Вот такой вот очень приятный цвет. Такой светлоинтарный, золотистый. Но это подкрашено карамелью. Вот, дорогие друзья, виски куплены мной в магазине Бахетле. Не знаю, есть ли у вас эта сеть. У нас в Сибири есть несколько магазинов. Вот, собственно говоря, в одном из них и куплен этот виски. По акции 1399 рублей за бутылку. Что считаю абсолютно адекватной ценой для виски подобного уровня. Потому что сейчас уже какой-нибудь пресловутый Вильям Лоусон 0,7 бутылка там стоит 1400 или около того. Который в России, грубо говоря, разливается. Вот. Но что касается данного виски. Без акции он стоит Бахетле где-то в районе 2000 рублей. Но как бы Бахетле магазин не дешевый. Поэтому ищите где дешевле. Ну, средняя цена я посмотрел по рынку. Где-то по акции его можно купить. Вот в районе как раз 1400, 1300 рублей, 1500. Вот где-то так. В этих ценовых пределах. Вот. Что касается даты розлива данного релиза. Сейчас вам скажу. Она выгравирована вот здесь внизу. Ее очень плохо видно. Но, тем не менее, она есть. И разглядеть можно. Это 12.05.2021 года. Вот. Последний релиз 22-го года. Он тоже был, но его брать не стал. Чуть-чуть видоизменились бутылки. Они стали чуть ниже. По-моему, гравировка вот эта пропала. Но, тем не менее, я взял классическую бутылку 21-го года. Розлива. Вот. Что можно сказать о виски-курне. Виски-курня появилась в 1966 году. Особенность ее в том, что все процессы производства виски происходят на одной виски-курне. Что достаточно редко. То есть, начиная от, грубо говоря, сложения ячменят, перегонки и заканчивая выдержкой. Плюс у них есть собственный бандарный цех. То есть, бочки свои собственные. Они также производят и в них же выдерживают. Вот. Это достаточно большая редкость. Потому что в Шотландии обычно там все друг у друга скупают спирты. У кого-то есть там цех по выдержке. У кого-то там по производству спиртов. А здесь же виски-курне полного цикла. Вот. Что можно сказать про бутылочку. Бутылочка такая симпатичная. Здесь есть гравировочка. Выглядит вполне прилично. Пробка обычная, металлическая. Вот самая обычная, тоненький металл. Никакого дозатора нет. Но это, в принципе, не нужно. Кто к нам пришел. Кыса пришла. Кыса, ты опять портишь съемку. Иди, иди, иди. Выгнали кысу. Вот. Ну, что касается виски. Давайте посмотрим. Но цвет не натуральный. Сразу понятно. Но приятный. Глазу приятный. Вот. Как я уже говорил, заявленная выдержка от 5 до 6 лет. Плюс еще полгода после марьежа. Ну, а выдержка, по факту, написанная на российской этикетке, это 3 года. Давайте попробуем на аромат. Очень приятные виски. Вот. Аромат классического Хайланда. Чуть-чуть вот с изменением в такую дымно-копченую тематику. Здесь вот такие красные яблочки, легкая ванилька, цитрусовые, чуть-чуть дуба и очень приятные такие вот торфяные нюансы. Это не прям вот яркий торф, там, криазот, резина, что-то такое. Нет. Это вот такие легкие угольки, легкая копченость, такая приятная торфяность. Не отталкивающая. Аромат достаточно приятный, не спиртуозный. Вот полностью комфортный. Прям хочется виски попробовать. Давайте, собственно говоря, этим и займемся. Первый глоток абсолютно комфортно заходит. Виски небольшой спиртуозности, немножко покалывает язык. Такое приятное покалывание. Вот, на послевкусии, легкая такая горчиночка есть. Вот легкая копченость и такие вот кожурка красных яблок. Очень приятное, комфортное послевкусие. В целом, конечно, виски не супер богаты на ароматику, но тем не менее, это качественная, стабильная ароматика. Такая, какая она должна быть у Хайленда. Очень приятный виски за свои деньги, 1400 рублей, я считаю, абсолютно один из фаворитов в этой ценовой категории. Поэтому, дорогие друзья, это, конечно, не реклама, это мое мнение личное, собственное. Если вы видите где-то эту бутылку, и вообще вы любитель виски, или там хотели что-то давно когда-нибудь попробовать, то абсолютно рекомендую к покупке. Виски очень достойные, за эту цену абсолютно адекватен. Вот, дорогие друзья, такие выводы. Так что покупайте, если надумаете, если где-то увидите. Вот, а я с вами прощаюсь, желаю вам всего самого наилучшего, всего доброго, пейте хороший, качественный алкоголь за вас, дорогие друзья.